Пустые слова от русов с поджатым хвостом. Таков ответ российских властей на угрозы со стороны боевиков ИГИЛ. Подобные призывы, тактика загнанных в угол бандитов. Такое поведение логично, но раздувать из мухи слона не стоит. В таком ключе новость прокомментировал Дмитрий Песков. Правда, пресс-секретарь президента добавил, спецслужбы внимательно изучают публикацию. Минобороны примет все необходимые меры, а вот внешнюю политику по борьбе с террором в целом менять не будут. Экстремистов продолжат теснить по всем направлениям. Напомню, накануне террористы выпустили 9-минутное видеообращение к Владимиру Путину и неизвестный угрожал расправами над россиянами. Рамзан Кадыров неприятно удивлен тем, что очередной выпад ИГИЛ активно терроризирует СМИ. По мнению главы Чечни, он просто не стоит внимания. Слова, прозвучавшие в видеоролике, он назвал пустышкой, за которой нет никаких реальных сил и возможностей. Есть все основания полагать, что заявление подготовлено в кабинетах западных спецслужб и является частью информационной и идеологической войны, которая наглым образом ведется против России. Никто в Россию не приедет. Угроза, кто бы за ними ни стоял, ничто иное, как пустой лепет. Российские вооруженные силы заставили террористов поджать хвост в Сирии. Их дни сочтены. В нашей стране джихад объявляет уже не впервые. Грозы понеслись после старта операции в Сирии. Сколько раз подобные вызовы бросали западным странам и перечислять не стоит. Уже много лет мирным мусульманам приходится оправдываться за изуверов из террористических банд и вновь и вновь повторять. Исламские догмы нагло искажены. Само понятие джихада изначально кровопролитие не предполагает. Буквально в переводе с арабского это слово означает усилие, усердие. К примеру, такое, какое нужно в работе или учебе. Большой джихад, согласно классической трактовке, это борьба с собственными пороками и страстями. Но есть еще и джихад малый. Это уже борьба внешняя, а именно противостояние с тем, кто идет с оружием против ислама. Вот за это, похоже, и уцепились в свое время радикалы.